Насилие можно остановить только силой. В этом убежден президент США Дональд Трамп. Он полон решимости ввести в охваченные беспорядками города силы Нацгвардии. О действенности жестких мер против несогласных всерьез заговорили в эти дни политики Старого Света. Пока они скрупулезно разбирали последние события в Беларуси, давали демократические рекомендации и критиковали Минск, на их улицах разгулялись тысячи утомленных карантином граждан. В Берлине, например, плевали в лицо главе своего Минздрава, пока кучка радикалов пыталась ворваться в здание Рейхстага. И чем отвечают западные власти? Жесткими разгонами, задержаниями и бескомпромиссными предупреждениями. Только силовым способом можно прекратить насилие в городах под управлением демократов, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в который раз требует ввести федеральные силы в города, охваченные беспорядками. Ответственность за погромы и стычки возлагает на местные власти, обвиняет их в некомпетентности. Да, предвыборное противостояние республиканцев и демократов на финишной прямой. Но делать с протестующими что-то надо. Мы должны остановить насилие тех, кто сообщает в Твиттере, что вы собираетесь в Портланд за возмездием. Предупреждаю, держитесь от нас подальше. Ясно, что одними увещеваниями не ограничиваются и не собираются. На днях в Портленде был застрелен еще один участник акций. На этот раз белый мужчина. Подробных комментариев от полиции, кроме сожалений о досадном инциденте, не звучало. Число задержанных в беспорядках в Портленде несколько сотен. Точные данные прессе неизвестны. Всего с начала расовых мятежей в США счет арестованных идет на десятки тысяч. Я не допущу новых ударов по городу, который все еще не может отойти с 25 мая. Мы не потерпим этого, собраны силовые команды. Для тех, кто решил нанести ущерб и разрушение, вас арестуют. Это не подлежит обсуждению. Я призываю людей покинуть центр города. Арестуют всех, кто будет находиться в неположенных местах. Официальный Берлин массовые акции на эти выходные запретил. Ангела Меркель такое решение охотно поддержала и рекомендовала несогласным обращаться в суд. На акцию стянулось порядка 40 тысяч таких несогласных. И пришли не только противники карантина, но и правые активисты, борцы с расовой ненавистью. Впрочем, полиция ни с кем не церемонилась. Президент Германии сегодня лично встретился с полицейскими, дежурившими у стен Рихстага в ту горячую субботу. Он просто взорвался негодованием в адрес дерзких протестующих, штурмующих здания. Использование флагов Рейха и правых провокаций является неприемлемой атакой на сердце нашей демократии. Мы никогда не примем этого. Это вызывает не только презрение. С учетом истории этого места это невыносимо. Мы не потерпим антидемократической клеветы на федеративную республику Германия. Задержаны ни много ни мало 300 участников акции. Интересно, к какому диалогу и к каким переговорам с ними готовы власти Германии. Особенно если учесть, что от рук несогласных пострадали более 30 стражей порядка. Разумеется, призвать к ответу назначить суровое наказание по закону. Мое сочувствие заканчивается там, где протестующие позволяют использовать себя врагам демократии и политическим агитаторам. Тот, кто стремится к солидарности с правыми экстремистами на улицах, или тот, кто беспечно бежит рядом с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, для нас означает, что он с ними. Президент Германии добавил, желающие протестовать, бойтесь, пресекать ваши выпады будем еще жестче. А всего две недели назад господин Штанмайер лично призывал власти Беларуси начать диалог с мирными протестующими. Оба эти слова с чистой совестью можно брать в жирные кавычки. Елизавета Казакова, Дмитрий Толюк, агентство теленовостей.